Парамон Имя Парамон древнегреческого происхождения. По главной версии, произошло от древнегреческого имени Парамонос. В переводе звучит как «надежный», но есть и другая трактовка, звучащая как «верный». Это имя никогда не было популярным за границей и использовалось только на территории СССР, и то в 80-х годах и не слишком часто. Мужское имя Парамон сегодня не пользуется спросом на территории земель с русскоязычным населением, но в XIX и XX веках было популярным. Сегодня встречается крайне редко, обладает сильным значением, сулящим названному им мальчику интереснейшую судьбу и уникальный характер. В сотню популярных мужских имен Парамон не попадает. Считается очень редким и приходится не более чем на одного-двух мальчиков из 10 тысяч врожденных. Значение и энергетика имени Парамон Значение имени Парамон представляет собой достаточно сложную и многогранную тему. Ей много времени посвящено русскими астрологами-исследователями. И все они пришли к единственному выводу. Это имя мальчику и его характеру способно подарить такие черты, как надежность, постоянство, верность, тактичность, общительность, коммуникабельность, доброжелательность, прилежность и чувствительность. Правда, проявление всего вышеназванного зависит от этапа взросления и от воспитания его личности. Самое главное достоинство всех носителей имени Парамон заключается в их тактичности, способности вести себя сдержанно и держать под контролем эмоции даже в самых патовых ситуациях. Парамон плохо относится к людям черствым, угрюмым, нездержанным и скучным. А еще носители этого мужского имени ненавидят женщин, которые ведут себя несвойственно им гордо и независимо. Астрологическая символика имени Парамон Камень-талисман – бирюза. Планета-покровитель – Солнце и Юпитер. Покровительствующая стихия – Огонь. Животный символ – ящерица. Растительный символ – анимон. Лучший зодиак – лев и стрелец. Число Парамона – один. Счастливый день – среда. Идеальный сезон – лето. Парамон в детстве Именованному таким образом мальчику, в раннем детстве это имя дарует непростой, но очень спокойный характер. Это маменькин сыночек, вечно прячущийся за ее юбкой и не умеющий отвечать за свои слова. В нем царствует мнительность, боязливость, неуверенность, спокойствие, размеренность, уравновешенность и чувствительность. Такому трудно ужиться в коллективе. Будучи маленьким, он играет сам, в стороне от сверстников. Замкнутость – это еще один его недостаток, сопровождающийся кучей комплексов. Ему трудно доверять детям, тяжело с ними общаться, хотя в целом он добр и щедр, и не способен на плохие поступки. Всегда слушает родителей, никогда не ослушается их и способен трезво оценить любую ситуацию. С удовольствием помогает отцу или матери по дому и готов взяться за любое дело, если этот его поступок будет оценен родителями. Ему важно ощущать себя нужным и востребованным, и родителям стоит уделить этому параметру особое внимание. В будущем ему будет сложно завоевать уважение и правильно себя поставить в обществе, если родители не воспитают в нем жесткость, смелость и готовность идти против ветра. Сам по себе парамон способный мальчишка, готовый днями и ночами трудиться, делать что-то полезное и добиваться поставленной цели. Главное для него, чтобы его труд был полезным. Впрочем, все это лишь детские черты, дальше все изменится. А вот в какую из сторон, зависит уже не только от воспитания, но и от воздействия зодиакальной и астрологической символик. Парамон-подросток Парамон-подросток – это уже другой человек. Ему свойственна общительность, красноречивость, вежливость, тактичность, трудолюбие, целеустремленность и уверенность в себе. Под воздействием планеты-покровителя его характер станет иным. Теперь это уже смелый и решительный паренек, легко завоевывающий популярность и уважение. Умеет располагать к себе людей, с легкостью идет на компромисс и не позволяет себе ввязываться в конфликтные ситуации. Единственный минус – это неготовность отвечать за принятые решения. В учебе не лучший. Ему не нравится следовать правилам, учиться и изучать неинтересующие его предметы. Но это не значит, что он глупый. Напротив, у него аналитический склад ума и отличнейшие способности в области точных наук. Отношения с одноклассниками натянуты. Легко идет на контакт и редко становится изгоем. Но в нем бушует требовательность, не дающая ему общаться с детьми. Всех пытается приравнять под собственные мерки. Но, к сожалению, мало кто им может соответствовать. В браке Парамон не стремится прожить свою молодость красиво и бурно, как большинство мужчин. Он сразу настраивает себя на создание крепкой, дружной и счастливой семьи. Однако, часто он не способен проявить достаточно решительности и настойчивости по отношению к понравившейся даме. Как правило, его супругой становится смелая, решительная, волевая женщина, сумевшая первой сделать шаг к нему навстречу. Парамон старательно трудится на общее благо семейства. Для него материальное положение семьи играет довольно важное значение. Поэтому он даже может искать источники дополнительного заработка. Для него важно создать максимально комфортные условия жизни себе и своим близким. Покупка качественной мебели и современной техники – это обязательное условие при создании домашнего уюта. Парамон – это ответственный и серьезный мужчина, знающий, чего хочет от жизни, и, как правило, добивающийся желаемого. Вот и семейную жизнь он планирует так, чтобы она была счастливой. Он проявляет себя как понимающий, надежный и верный супруг, на которого его жена целиком и полностью может положиться. Также он весьма гостеприимный и приветливый хозяин. Парамон пользуется у детей огромным авторитетом. Он действительно первоклассный отец, добивающийся уважения не строгостью и угрозами, а любовью, добродушием и терпеливостью. Однако стоит сразу отметить, что учебная деятельность детей и их успехи в школе отслеживает не он, а его супруга. Парамон же полностью берет на себя содержание детей и активно участвует в правильной организации их досуга. Как большой поклонник животных, Парамон с радостью поддержит идею детей завести домашнего питомца. К тому же, обычно он и сам с детства мечтает о породистой собаке. Так что, осуществляя мечту детей, осуществляет и свою. Также для него важно, чтобы дети разносторонне развивались, поэтому он знакомит их с миром искусства и классической музыки. Туризм и занятия спортом – вот еще одно направление в воспитательном процессе Парамона. Для него важно приучить детей любить природу, спорт и здоровье. Совместимость Тема совместимости имени Парамон с женскими наименованиями достаточно сложна. И тем не менее, исследователям все же удалось раскрыть несколько интересных фактов. Один из которых свидетельствует о наилучшей совместимости с такими женскими именами, как Ариадна, Маргарита, Татьяна, Полина, Екатерина и Марго. Считается, что в такой паре будет все – взаимопонимание, верность, любовь и страсть. В паре с женщиной, получившей при рождении имя Мария, Кристина, Наталья, Бронислава или Виктория, тоже будет страсть и любовь. Но что касается остального, так тут можно поставить большой вопрос, ибо многое тут зависит от совместимости знаков зодиака и характеров. А с Минелью, Надеждой, Анжелой и Антониной специалисты и вовсе не рекомендуют связываться именованному так мужчине, ибо ничего хорошего из такого союза не получится, а отношения будут переполнены ревностью, разногласиями и бесконечными ссорами, в которых каждый будет пытаться доминировать. Субтитры создавал DimaTorzok